всем привет обзор смартфона технопок 7 модель bf6 версия на 2 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти очень интересный очень интересная конфигурация встроенной оперативной памяти но по оперативной вопросов нет а вот по встроенной 64 это много для смартфона в этой цене смартфон стоит 100 долларов то есть бюджетный смартфончик и давайте смотреть его комплектацию даже ультра бюджетные вы так сказал так открываем коробку есть тут у нас сразу смартфон в транспортировочной пленки вот интересный внешний вид такие вот квадраты у него задняя крышка сделано такой дизайн вот выглядит интересно камера у нас такой большой блок камеры но тут всего лишь одинарная камера 8 мегапиксельная плюс камера искусственного интеллекта то есть по сути тут одинарная камера их как бы тут две но полноценные двойная камера это можно не считать смотрим дальше комплектация документация есть силиконовая задняя накладка есть адаптер для зарядки адаптер для зарядки стандартный всего лишь на 5 ватт долго будет заряжать 5000 5000 меня перчат батарейку и у тут у нас кабель микро юсб шка не тайп си закрываем и теперь по самому смартфон щеку комплектация в принципе неплохая для такого смартфона бюджетного вот теперь давайте смотреть по внешнему виду тут у нас глянцевый пластик в глянцевом пластике выполнен блок камеры и в обычном таком рифлёным немного пластики сделана задняя крышка вот как сделала задняя крышка мне нравится как сделан блок камеры мне нравится не очень потому что он будет очень затираться мараться царапаться вот ну не очень такой практичный материал тут справа у нас кнопка включение кнопки любви громкости слева слот вот обычно смартфоны в такой ценовой категории они со съемной крышкой то есть практически всегда в 90 процентах случаев тут у нас как бы монолитный корпус с слотом для sim карточек и micro sd карточки снизу у нас все остальное micro usb порт динамик микрофон джек для наушников так откроем слот давайте покажу так слот у нас полноценный надвину на sim карты и micro sd карту для расширения памяти а также есть поклейка пленки но она такая на первое время первое время можно использовать защитные как защита на на больше так транспортировочная переходим в настройки так система как это не тут мой телефон у нас хая с версии 11.0.0 android 12 технопоп 7 bf 6 основная 8 мегапикселей камера фронталка 5 мегапикселей 5000 ммч батарейка вот что у нас тут по железу процессор у нас юнисок си 98 63 и и видеоскопитель паври 8322 минимальное железо и принципе минимальные достаточно низкий результат в 100000 но для такого устройства даже не знаю нормальный это результат может быть меньше может быть больше достаточно редко такие смартфоны вот на обзоре ультра бюджетные но смартфоны которые в два раза дороже этого для них нормальный показатель в 200 тысяч баллов тут сто тысяч ну и в два раза дешевле получается наверное это норме сделаем тест мультитач сколько касаний поддерживает touch устройство опять касаний больше не поддерживает закрываем запустим gta sandras смотрим как работает игра запуститься ли вообще пойдет на данном устройстве так наверное лучше будут на обычной графике смотреть на динамики слышу уже такие себе не очень кстати по дисплее у нас айберс дисплей и и плюс разрешение ты 612 на 720 точек 6 56 дюйма гтс андрес похоже работает нормально на этом устройстве по крайней мере вот на таком уровне до на среднем уровне чуть-чуть подтормаживает сейчас заметно до динамики тут совсем не качественные но игра работает в общем такие игрушки типа гтс андрес или что-то попроще мы поиграть сможем без проблем так ну давайте сравним громкость динамиков с айфоном 10 айфона 10 на него удобно ориентироваться потому что у него обычная средняя динамики скажем так ничего особенного так где тут youtube так и слушаем тут так а почему тут звука нет это с андрес у нас звук был звук есть а ютюбе почему-то звука нет еще раз есть появился во первых что-то он забрюшил ну думаю слышно да что по громкости в принципе разницы нет но вот по качеству значительно хуже то есть вы по качеству значительно динамики хуже среднего что в принципе да для такого смартфона ожидаемо так теперь покажу вам примере снимков на камеры этого устройства сейчас их выведу давайте посмотрим на функциональность камеры у нас есть а и км то есть это как обычный режим с искусственным интеллектом обычной фотографии получается ну что-то прям в них такого сверхъестественного нет просто вот так вот называется режим так красота портрет и портрет и панорама в общем то это вся функциональность данной камеры то есть видео обычные фотографии режим красота и режим портрет и панорам на панораму может снимать эта камера так хорошо сейчас выведу примеры снимков на камеру данного устройства на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на колонок с мобайл комментируйте ставьте лайки и ждите новых видео пока пока